Абсолют Неделин Личностный аспект, аспект Вселенского или Высшего Разума и аспект Энергии или Света. Из личностного аспекта Абсолюта исходит бесконечная Душа. У Души тоже три свойства – Вечность, Знание и Стремление к Счастью. Из безличного аспекта Абсолюта исходит материя. У материи тоже три свойства или гуны – Благость, Страсть, Невежество. Теперь рассмотрим связи между этими основными элементами реальности. Бог связан с материей через энергию времени в одностороннем порядке. Он на материю влияет, она на него не влияет, так как он находится вне времени. Следующая связь – это отношение между материей и душой. Это связь двухсторонняя. Душа воздействует на материю, материя воздействует на душу. Благодаря этому осуществляется закон причинно-следственной связи, который называется карма. И последняя связь – это отношение между душой и Богом. Это отношение любви. С его стороны этот принцип никогда не нарушается, и этот поток любви всегда идет от него к нам. У души тоже есть потенциал любить Бога, но мы не всегда его реализуем. У нас есть выбор – мы можем обратить свою любовь к Богу или направить ее на что-то другое. Если человек ничего не знает о верхней части схемы, о своем первоисточнике, куда он будет направлять свою энергию? Вполне естественно на материю. От материи душа получает три качества или гуны – благость, страсть, невежество. Если мы направим свою энергию на Бога, мы получим совсем другое. В этих отношениях реализуются три свойства души – вечность, знание и счастье. В отношениях с материей потенциал души не реализуется, и мы чувствуем разочарование. Вечность разбита на короткие воплощения, высшее знание подменено утилитарной информацией, и вместо счастья мы получаем низкопробное удовлетворение внешних чувств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok